X99 Max Plus на канале Технозон. Поехали! Итак, привет! Это Технозон. Сегодня у нас новый Smart TV Box X99 Max Plus, новиночка на процессоре M-Logic S905X3. Очень много у меня запросов было на ее обзор, но что же это за TV Box? Давайте разбираться с вами именно в этом обзоре. Это вот такая вот достаточно интересная, красивая коробка. Но перед тем, как мы к ней перейдем, мы с вами посмотрим комплектацию того, что нам положили китайцы. Есть у нас блок питания 5 вольт 2 ампера, есть у нас вот такой вот самый простой, ничем, непримечательный пульт, абсолютно ничем. Есть у нас вот такой вот HDMI кабель и есть какая-то инструкция, в принципе, которую инструкция, это трудно назвать. Что касаемо самого бокса. Данный TV Box основан на M-Logic S905X3 на четырехъядерном процессоре Cortex-A55 с частотой 1,9 ГГц. Это четыре ядра, четыре гигабайта оперативной памяти, эта версия 4 на 64, здесь есть 64 гигабайта хранилища. Здесь есть LANR-J45 и есть у нас с вами Wi-Fi 5 ГГц и 2,4 ГГц. Также у нас есть на боках оптический SPDIF, есть у нас разъем питания HDMI, LANR-J45, есть аудио-видео выход, USB 2.0, USB 3.0 и есть у нас разъем для TFK. И, казалось бы, такая конфигурация должны сделать чудо с этим самым TV Box и он должен быть просто-напросто мегапопулярен. Но не тут-то было. Когда мы его начали тестировать, нас ждало очень много сюрпризов. Ну, давайте по плюсам. Есть root-права, можно реализовать автофреймрейт и, казалось бы, все. Да, ребят, все. Почему? Потому что есть четырехъядерный процессор, который, откровенно говоря, задолбал. Задолбал он потому, что прошивка, тут даже не процессор задолбал, задолбал, а прошивка. Когда мы только включили его на обзор, мы заметили, что все ядра процессора работают постоянно на 100% своей производительности. То есть, она маслает 24 часа в сутки, вне зависимости от того, что в ней стоит, вне зависимости от того, в каком режиме она работает. Она будет маслать на 100% своей производительности на 1,9 ГГц. И это печально. Печально настолько, что она даже в простое со временем нагревается до 75 градусов. При этом вам не хватает мощности на абсолютно все приложения. Многие приложения начинают фрезить, тормозить, потому что все ресурсы забирает нечто. Мы удаляли все, что могли. Мы пытались выяснить, что же жрет эти ресурсы. Но, скорее всего, это просто-напросто проблема с самим режимом работы процессора. Не более, не менее. Потому что после удаления даже абсолютно всех приложений, которые мы могли удалить, он все равно работал в 100%. Одна из служб, скорее всего, его заваливает в такой режим. Ничего с ним сделать мы не смогли. Прошивки на него сторонние нет. Даже нет темы на FOP IDE. Откровенно говоря, это печально. То есть, ожидать, что данный ТВ-бокс будет поддерживаться, не стоит. Фактически, предыдущий опыт, вернее, опыт предыдущих моделей X99 показывает на то, что прошивки данный производитель выпускает крайне редко. Надеяться на то, что мододелы или ромоделы заинтересуются данным ТВ-боксом, но, откровенно говоря, не стоит. Уж слишком много, менее геморройных ТВ-боксов есть на рынке. Все подробности тестирования вы увидите далее в самом видео. Но ссылки в описании под видео для того, чтобы, если вы наткнетесь на него на просторах Алиэкспресса, вы, не дай бог, не купили. Хотя цена действительно сладкая за такую конфигурацию. Что он может, что он не может, смотрим видео. Могу сказать, экспаллернуть. Нас еще расстроил Play Market, который не находит очень много приложений. Но об этом действительно всем вы увидите уже в самом обзоре. Ну и советую, конечно же, дождаться нашего резюме и понять, будем ли мы его рекомендовать или нет. Это специально для тех, кто не досматривает конца видео и кричит, что у нас все ТВ-боксы хорошие. Ребята, немножечко не так. Под видео есть еще кнопка подписаться и колокольчик, если вы этого еще не сделали. Ну а также там есть ссылки на очередную акцию, вернее на ее условия. Ну, а сейчас я говорю вам хавабанго, ребята. Это же Бубль Гум. Поехали. Ну, давайте разбираться. Что же за чудо нам такое приехал этот X99 Max. Короче, ситуация такова. Сразу на старте я обратил внимание на одну вещь. Бокс я только включил. 46 градусов на старте. И вот что меня заинтересовало. 100% загрузки процессора. При этом 100% загрузки процессора постоянно. Я вчера целый день провел. Вот пошла расти температура. То есть 100% постоянно. Я вчера провел весь вечер, пытаясь найти, какое же приложение. Все-таки дубасит эти все 100%. Я использовал Greenify, я использовал Wakelock Detector. И на самом деле оно не выдает ни одно из приложений. Оно просто пишет, что процессор 100% занят. То есть у нас по факту сама система грузит процессор. И я уже начал грешить на лончер. Но что у нас с лончером? Вот смотрите, что у нас происходит с другим лончером. Я уже поставил совсем такой себе дикий лончер. Самый обыкновенный лончер 3. И все то же самое на другом лончере у нас повторяется. То есть 100% загрузка процессора. Ничего с этим я сделать не смог. При том, что, блин, обидно. Достаточно, как по мне, неплохой бокс. И почему он неплохой, давайте посмотрим. Это сетевые модули. Во-первых, меня очень сильно порадовали. А вот все остальное меня не радует. Есть у нас ROOT доступ. То есть АФРД у нас работает. И по факту можно смотреть хорошо фильмы с автофреймрейтом. Нет, правда, шторки. Нет у нас панели навигации. Но есть зато вот такая вот хрень, которая не выключается. То есть верхняя у нас... Вот есть строка состояния, которая просто раздражает. Реально раздражает. И я не знаю, что с этим делать. При заходе в приложение у нас... Ну, давайте в AIDA64 войдем. У нас все равно эта строка везде сохраняется. Производитель у нас X99 Max. Это 4 ГБ на 64. Центральный процессор у нас Cortex-A55. Четырехъядерный 1.9 ГГц. За отображение отвечает все тот же Mali-G31. Сетевые модули у нас есть 5 ГГц 2.4. Сейчас мы с вами будем разбираться, что за модули здесь. И будем дальше уже думать, что с этим делать. Перед сетевыми модулями хочется показать вам троттлинг-тест. Вот как есть. Без каких-либо скрытых моментов. Давайте стартуем. Пока она холодная. Для того, чтобы у нас не было никаких вопросов. И вот она стартанула. Она сразу стартанула из провала. Вроде бы она должна отдавать 100% нагрузки. Но мы видим то, что мы видим. Немножко пускай поработает. Проанализируем потом, что получится. И по быстродействию. Для того, чтобы она поработала. Ну вот вообще она в провал уходит. То есть ей не хватает ресурсов. Какая-то хрень в прошивке делает эту приставку просто-напросто бесполезным. Но нет, не то, что бесполезным. Она-то будет работать. Она будет что-то воспроизводить. Приложение будет на себя что-то перетягивать. Но вот будет постоянно вот такая вот хрень. То есть мы видим то, что мы видим. И вернемся через 5 минут. Ну, ребят, троттлинг-тест такой, какой он есть. Как мы видим, у нас есть провалы. На этот провал не обращаем внимания. Это двигал мышью вниз график. В принципе, то, что мы видим и сейчас. Вот сказать однозначно, что она троттлит. При том, что у нее загружен на 100% процессор. Я не скажу. 66 градусов она показывает в троттлинг-тесте. 67. Но при этом производительность у него 28. Вот мы их опустили. Сейчас посмотрим на максимальную производительность, которую он показывает. 29, 30, 3771 джипс. Да, это вот добегает до 30. То, что я видел, 30307 джипс. И это максимально, что она дает. И это маловато, как для 905х3. Я остановил тест. Вот максимально 31,763. И температура выросла до 68. Я понимаю, что если я поставлю тест на час, то это будет порядка 75 градусов. В принципе, максимальный троттлинг-порог для 905х3 процессора. Но я вам скажу, что я здесь вижу за картину. Приставка хорошо сделана. В ней достаточно хорошо сделано охлаждение. Потому что при постоянной 100% загрузке она еще и держит температуру. То есть сейчас она раз и начала температура падать. Это значит, что охлаждение хорошо сделали. Но что же такого затягивает в ней эти самые проценты, производительность куда-то вниз, непонятно. То есть что отбирает у нас 100%, что у нас отбирает всю производительность процессора. То есть 100% так и дубасик. Ладно, с этим мы будем разбираться. Играть, само собой, на такой приставке возможности нет. И мы категорически против. Давайте проверим сетевые модули. Проверим какой-то тест. Я не знаю, я даже проверять ничего не хочу. Но обязывает, обязывает меня это все действие. Знаете, вот из-за того, что 100% загружен, он все загружается очень медленно. Все тормозит, все фрезит. На этом работать практически невозможно. Смотрите, все зависает. То есть я нажимаю, даже анимация какая-то, она подвисает и подлагивает. Потому что процессор занят каким-то другим моментом. Здесь гигабитный LAN, мать его, за ногу. Как так вообще, а? То есть 600 на 600 у нас с вами на загрузку, на выгрузку. Давайте подключим Wi-Fi 5 ГГц. Проверим. Заходим в меню, запускаем спид-тест и пробуем сейчас 5 ГГц. 5 ГГц у нас показывает, ну, не так уж и много. То есть 100, а что это у нас 5 ГГц уходит на 40, на 30, на 40, на 50 и пошел обратно гуляет, что ли? Ну, так не должно быть. Интересное кино, слушайте. На отдачу 200, 230 МБ. Ничего я не понимаю. Давайте еще разочек попробуем. Ну, я говорю, еле 130, 140, может, нет, 130 натянул и пошел, пошел вниз. Слушайте, ну, 5 ГГц тоже не радует, потому что 120-130 МБ, это в край малый показатель. И вот на отдачу тоже он что-то пропрыгивает, при том, что у меня сейчас стоят другие приставки, стоят другие устройства, они показывают абсолютно нормальные результаты тестов. Уже 70 градусов температура. Включим сейчас с вами Wi-Fi 5, 2,4, вернее, вот, 2,4 ГГц. Кстати, вот, знаете, напрягает ситуация, что Wi-Fi 5 ГГц показывал вот это вот падение, там был неровный график. При том, что у меня прямая линия до тестового сервера моего провайдера, у меня здесь не может быть потерь. Я вот очень удивлен такому моменту. Сейчас попробуем 2,4 ГГц, посмотрим. 2,4 идет с джиттером 30, меня это тоже немножечко сейчас насторожило. 48, 49, 50 МБ. Ну, кстати, 2,4 действительно хорошо работает, 50 МБ на загрузку. И примерно столько же на выгрузку, нет, на выгрузку это 38, 39 МБ. Что ж, сетевые модули какие есть, других здесь не будет, 5 ГГц меня немножечко разочаровал. К сожалению, синтетические тесты типа 3DMark мы загрузить из PlayMarket не можем, потому что PlayMarket имеет некоторые проблемы с приложениями. Например, 3DMark вы там найти не сможете. Также вы не сможете найти некоторые другие приложения, которые нам необходимы для тестирования этого ТВ-бокса. В частности, мы здесь не нашли даже OTT Player. Вот, мы вбиваем OTT Player и такового не находит. Поэтому с PlayMarket здесь тоже определенные проблемы. И температура в состоянии простое, потому что сейчас активных действий нет, 71 градус. То есть максимальный нагруз процессора, он дает о себе знать. То есть сейчас самое время, конечно, бы троттлинг-тест провести, но троттлинг-тест мы провели как раз правильно на старте ТВ-бокса. Если бы у него было плохо сделано охлаждение, он бы его загнал бы сразу же в максимум. А здесь мы видим фактически максимум, который позволяет нам выжать процессор на 100%. То есть если он держится в простое 70, 71 до 73 градусов, то это абсолютно нормально. То есть возможно на эту приставку можно будет загнать прошивку. А может быть его вообще стоит использовать под Core-ELEC, и тогда она идеально подойдет для сервера. Так как системные тесты полноценно мы не можем сделать, ну осталось нам еще кроссподформенный CBTT-тест сделать. Попробуем подключить туда жесткие диски USB-3, проверить, и уже тогда будем складывать какое-то понимание, что у нас есть. Кстати, вверху вот эта вот менюшка, она вообще ничем не регулируется. В самих настройках у нас ничего нет. То есть у нас есть обыкновенные настройки. Вообще вот абсолютно такие, какие они есть. Ничего, ничего, ничего вообще сюда не положили интересного. Хотя вот это вот, это фактически кусочек от MG Settings, который я видел в приставках Magixy. Вот знаете, такой отголосок, но там это все можно кастомизировать. Блин, и очередная у нас проблема. Мы не можем с вами проверить скорость чтения USB-3 порта. А знаете, что вообще происходит? То есть в файл-браузере я вижу свой SSD-диск на USB-3, а CPDT-тест не может получить к нему доступ, его просто-напросто нет. Вот такая вот ситуация. Но давайте все равно проверим скорость копирования памяти хотя бы. Если скорость копирования памяти будет в крайне низкая, то мы будем понимать, что эта приставка вообще не достойна нас, и она нам не нужна. И вот что самое интересное, что скорость копирования, здесь мы не ориентируемся на скорость чтения внутреннего накопителя, нас это абсолютно не интересует, жесткий диск не можем проверить. Но вот копирование памяти в 1,83 ГБ это хороший показатель. Здесь быстродейственная память. То есть мы имеем с вами хороший TV-бокс по комплектности, ну с херовейшей прошивкой. И это действительно печально. Давайте попробуем проиграть что-нибудь, хотя я не возлагаю особой надежды на то, что здесь произойдет чудо. Например, Gemini Man стартанем через стоковый проигрыватель. Он должен показать, что он умеет декодировать такое видео. Он его начал проигрывать. Перематываем для того, чтобы проверить, что он спокойненько это все... Оу-оу-оу-оу-оу. Вы видели эти фрезы? Он фрезует. Он жесткого диска фрезует. Он фрезует с SSD. Ребята, вы не можете с SSD здесь смотреть, с USB 3.0 SSD смотреть нормально фильмы. Либо он не декодирует их нормально, либо, блин, либо скорость чтения USB 3.0 порта ужасная. Вы видите эти фрезы? Это конкретное слайд-шоу. 74 градуса на текущий момент. Это уже слишком для проигрывания вот такого вот контента. То же самое сейчас попробуем Jellyfish 120 Mbps. Они тоже должны работать нормально. И... А вот Jellyfish 120 Mbps нормально. То есть, значит, у нас проблема в скорости USB 3 диска. Вернее, USB 3 интерфейса, а не в декодировании. Декодирует он его нормально. Стоп. Вот это вот ситуация интересная. То есть, USB 3 порт медленный. Хотя мы его там не проверили. Здесь мы, конечно, косвенно с вами понимаем, на что он способен. Давайте попробуем различные аудиоформаты. Dolby Digital Plus. Поехали. То, что в стандартном плеере его, скорее всего, нет. Это, наверное, факт. Да, это факт. Здесь со звуком никто не работал. Опять же, говорит о качестве прошивки. Давайте попробуем это все в VLC проиграть с включением сквозного звука. Давайте. Да, разрешаем. Нажимаем принято и нажимаем цифровой вывод звука. Включен. Dolby Digital Plus через VLC у нас сквознячок пробрасывает. Dolby True HD. Сейчас попробуем. У нас такое есть тоже. Ничего вообще не реагирует на него. DTS 5.1 ядро. Тоже пробуем. Давайте. DTS 5.1 ядро есть. И DTS HD HRS. Ну, нет. Нет. DTS нет. Нет. DTS 5.1 ядро он пробрасывает. Короче, получается у нас ситуация, что с USB 3.0 у нас какая-то лажа. Хорошо. Мы это принимаем. Мы это уже видим. Что у нас еще и с мультимедией мы попробуем? Вы понимаете, что уже играть здесь мы точно не будем. Из мультимедией я предлагаю здесь попробовать торрент 4K и YouTube 4K. И больше ничего не делать. Потому что у нас даже торсерф не был заведен. Как только мы сейчас заведем сюда торсерф, то будет у нас вообще проблема проблемная. В том плане, что торсерф тоже будет потреблять ресурсы. И скорее всего это все будет фрезить. Конечно же мы его настроили. И давайте попробуем запустить. Запустить торренты через кинотренд. Ох, 46 гигабайт. Стартанем, посмотрим, что у нас получится. Не уверен я, что из этого что-то хорошее получится. Стартуем через Vimu Media Player. Температура у нас до старта 73 градуса. Я вообще не уверен, что все это вытянет. При той производительности, которую он сейчас показывает, это будет в край печально. Давай, 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 давай. Слушай, ну 46 гигабайт-то он проигрывает. А вот это вот совсем уже интересно. То есть приставка неоднозначна. Она проигрывает 46 гигабайт торрент. При этом 73 градуса держит. Но при этом у нас все фрезит, все лагает. Потому что постоянно ядра у нас дают 100% загрузку. 74 градуса. Ну пускай поиграет. Это все-таки такой достаточно тяжелый фильмец. И посмотрим, что из этого получится. Слушайте, ну, по крайней мере это мне нравится. Авто фреймрейт работает. Афрд тоже сработал. Ну, Афрд сработал. Торрент проигрывается. Я выхожу в главное меню. Пробуем еще с вами YouTube 4K 60 FPS. И будем делать выводы недостаточно. Для того, чтобы понять, что это за ТВ-бокс. Слушайте, ну YouTube на удивление грузится крайне херово. Он грузится достаточно долго. И пока что показывает вот то, что вы видите на экране. 4K 60 FPS включим принудительно. И включим диагностическое окно. Что, да, YouTube мне не нравится, как работает. Он, откровенно говоря, чуть-чуть фрезит. Да, он еще и дропит. Он еще и дропит. И, скорее всего, здесь сказывается... Да, он пошел в ужасные дропы. Это что касаемо 60 FPS. И, скорее всего, здесь сказывается... Да, что ж ты будешь делать? Он вообще висит. То есть, есть у нас систематические дропы. Сказывается вот эта загрузка процессора. Непонятно, куда идущая. Нормально. YouTube 60 FPS здесь не работает. Он дерганный и плюс дропит. Ребят, выходим, резюмируем. Больше мне смотреть по этому боксу нечего. Для того, чтобы сложить в нем какое-то впечатление. Выводы будут однозначны. Мы настоятельно не рекомендуем данный TV-бокс к приобретению. Я категорически против приобретения данного TV-бокса. И категорически против того, чтобы ромоделы его доделывали. Потому что, ну, я считаю, не стоит прощать производителям уж настолько хреновой прошивки. Даже X88 со своим кингом в свое время, где было очень много проблем на старте, даже хоть как-то попробовал исправить положение и выпускал прошивки. Данная приставка уже 4 месяца на рынке и никто ничего пока что не делал. Поэтому данный TV-бокс мы не рекомендуем. С учетом того, что у него гигабитный LAN, есть 5 ГГц модуль и плюс у него еще Amlogic S905X3 процессор. Возможно, если на него можно завести Core Elect, то возможно его можно использовать в качестве Core Elect приставки за такую-то цену. Либо даже сервера, потому что здесь 1000 мегабитный LAN. Больше ни для чего мы ее рекомендовать не можем. И если вам нравится то, что мы делаем с нами пальцы вверх, если нет пальца вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.